так друзья я получил письмо из новосибирской области вот детали сейчас раскрою казалось бой светил на экрану человек присылает фотографию на все можем умилиться пол сада неважно сколько стоили косточки 20 рублей 25 или 15 как последнее время мои железовские но сам состоялся но я вас интригу это интрига не все так было просто давайте заглянем прошлое находим письмо вот она третья попытка посадить сада подняться сша состоялся но впереди еще есть проблема еще какая ребята сейчас вы даже вы за голову схватитесь итак фотографии чуть позже читаем валерий б вот я у него не получил что я у него не получил я у него не получил благословение сказать его адрес полную фамилию ладно пусть будет валерий б из новосибирской области еще скажу по моему это из китим да из китимский район поехали важный момент читаю все подряд а вот начнем сначала нынешней весной делаю третью попытку посадить сад это многих касается многих уже не три попытки многих потрачены десятки сотни тысяч и сада нет поэтому будем возвращаться и к удачным примером и к неудачным так третья попытка позапрошлом году посадил семечки котики сразу в огород ни одного схода вторая в том же году осенью в зиму видите в зиму расчете на естественную сертификацию тоже без результата где-то здесь я не был рядом с ним я не помогал ему делать естественную сертификацию или искусственно в одном случае осенняя посадка другом случае после сертификации в холодильнике в сыром песке вот где-то была глобальная ошибка ну вот ладно я уже как-то показывал еще раз покажу покажу фото 22 вот с одной стороны что мои семена плохие сказать нельзя вот она видите я уже показывал извините что повторяюсь это осенняя посадка сергея железова это плодопитомник а вот это после сертификации из погреба весенняя но можно считать что горжусь ли я учителя ведь сергея же я научил но тем не менее не сбылось тут был такой один момент один момент знаете какой дело в том что он сказал что три дня вымачивал семена я их никогда не вымачиваю и поэтому я где-то даже растерялся где-то даже и растерялся и так позади позади два совершенно провальных случая чтобы ни одна не взошла надо было чтобы они не захотели взойти или они все были угроблены или еще вариант съедены а мы имеем дело с аллерием настолько как бы сказать так назвать нудным обидится сказать до то что вот это уже ближе кистини человек сказал и у него будет сад читаем дальше в этом году решил сделать ход конем посадить мини парник на стол чтобы понаблюдать что же происходит семечки кости не всходят или кто-то съедает а ведь у него врагов хватает этих они знаете каких именно любят вот эти вот от плодовых деревьев сходы любят очень любят все и так привлёк охрану три собаки внимание вот ежиков мышей сорок ворон отгоняет круглосуточно знакомьтесь охрана встает охрана здорово да мне нравится возвращаемся где были читаем дальше и так он враги ежики мыши сороки вороны посадил семечки кости плавал пола эластиковых горшочки 500 600 грамм вот значит это запомните это всего лишь пол литра и наконец на третий год появились сходы часть материала получил в влажном песке слива вишни но если отменял влажном песке сходится уже практически гарантированно дальше груши абрикосы закладывал сам в середине февраля в расчете что буду высаживать 1 мая 1 не получилось холодно высадил 9 на фото состояние на 10 июня смотрим друзья смотрим вот они сходы следующие фотографии мне не сказать что густо но есть вот даже если считать что третий год и вырастет сад там с полсотни плодовых считать что все равно деньги не выброшено все одно плюсе дальше смотрим ну тут у него получается надо вот так смотреть вот они 7 доли он на них уже вспомнил потом будем это смотреть единственное мне показалось что горшки хотя бы 3 литра вот так вот я уже хотел сказать делать так а когда оказалось пол литра значит надо делать по-другому следующая фотография вот они о горшки сильно перевлажнены вот вами причина ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой дело в том что знаете как у этого способа которые они практически в воздухе висят вы сказали на столе если бы они были бы закопаны а снизу если у них есть отверстие не дай бог отверстие нет вот так вот я не могу у нас был телефон разговор и спросил но мы сейчас проводим следствие по делу да всхожесть есть то завтра же вот этот же абрикос который на переднем плане уже просто сгнивает ой-ой-ой-ой,ой,ой-ой-ой сейчас будет думать как спасать еще фотография не вижу дальше а вот вижу вот здесь я смотрю по суше но мне стало страшно что если там такая влажность несколько дней и все изгнивает абрикосы особенно следующая фотография она была последняя предпоследнее может все-таки увидим а вот предпоследнее высветилось и так то что мы имеем то имеем но согласитесь несколько десятков зашло давайте вернемся вот это вот это так меня напугало как она меня напугала мне такой вот смотрите видите вот этот горшок который как бы а в нем уже проклюнулась проклюнулась наверное это уссурийская груша а в нем вода стоит а значит отверстий нету а ведь она сгниет они тоже как абрикосы терпеть не могут эти влажность в общем хорошо что вы написали письмо плохо что надо было раньше вот и в теперь мне кажется что вот в этих вот горшочках ничего не взошло даже сорняки как видите мне кажется что здесь косточки сгнили здесь был перебор это всего лишь версия вам виднее может быть полили только перед этим перед самой съемкой а через к вечеру может уже тут будет не сухо но уже будет нормально вот но теперь опять продолжаем возвращаемся к тексту возвращаемся возвращаемся зритель аплодирует аплодирует кончили аплодирует так смотрим дальше зашли уссурики но если там они стоят уссурика в воде уже можете с ней прощаться помните я поговорил амур сеет свой амур привитый байжа дель патриархин манджурса для первого раза считаю успех вот эти период тоже вас сразу сказал да успех но относительно что делать дальше меня беспокоят семидольки дольки они должны сами отпасть сейчас что получается а продолжим думаю что они ты были главным лакомством для большей вороны это по праву это же получили саженцы закрытой корневой системы знаете что такое семидоли это бывшие две половинки ядра в этих самых скорлупе это они есть только их называют семидоли кто-то еще называет уже некоторые принимают их даже за листья жирненькие такие так получили саженцы закрытой корневой системы можно считать и так хочу скорее высадить большую землю как это сделать отвечаю то что вы видели так то что вы видели это на самом деле мы получили сейчас опять покажу на самом деле мы получили малюсенькие горшки если были 5 литров я бы сказал вот так прям горшках высаживать закапывайте заподлицо с землей делайте тут прорези вот здесь вот чтобы здесь не стояла вода так если там нет отверстий делайте отверстия но обычно 3 5 литров горшки 7 литров они уже с большими большими отверстиями здесь непонятно меня спутило то что земля сырая значит они фактически стоят на сухом месте значит они не они даже были махом в вода уходить из горшка она не уходит вдруг отверстия нет значит у вас получается вы варианты сохранить все объем горшка маленький возможно отверстий нет сохранить до осени закопав землю заподлицо с землей чтобы они развились чтобы у них развились корни а потом разрезали бы горшки из кома земли бы высадили этот вариант отпадает остается вариант хотя посажены хорошо видите семидоли снаружи это очень важно теперь придется вам аккуратненько аккуратненько высаживать и при этом возможно потерять еще часть вот это горькие мои слова потому что в этом возрасте и в июне месяце пересадка крайне опасно крайне опасно вот что я хотел сказать видите спасайте спасайте теперь только так насильственная пересадка во время роста фактически уже в середине лета ни весна ни осень вот такая вот горькая правда дружище теперь посмотрим какие выводы сделали вы итак предварительные выводы надо на следующую посадку заказать побольше разных слив слива вишни не зашли скорее всего вы изгнорили теперь мне так кажется когда пугник вот скорее всего так почему бы мне зайти другие же входят так теперь то есть побольше да и как говорится анекдот доктор дайте мне таблеток от жадности и побольше и побольше вот это ваш случай дальше по раньше самому заложить на сертификации за счета 90 100 дней до высадки 1 мая до сроки названы примерно верно еще раз если вернуться к моему сыну сергею да вот до 90 100 дней это осенье это перед зимой а вот это вот после сертификации вот но вы же смотрите мои видики мои вебинары поэтому вы все это знаете вопрос что скажете но я уже все сказал посадочный материал беру вас а вот больше нигде брать и один теперь остался на всю россию тем можно брать где угодно морозы они не выдержат правил серверного садоводства придержусь ваших вот надо было первый год только не получилось уже надо было нам вместе решать второй год не получилось а в этот год даже в третье это маленько опоздали но поймите валерий прошу не обижаться прошу мы поговорили с вами прошу понять не у нас дело может быть даже ваши неудачи две полные и третья частично так они помогут сотням людей понимаете может сказать что это ваше призвание что не получилось толком у вас получится получилось получится у теперь у других мы с вами внимательно все рассмотрели все обсудили все обсосали вот и вебинары вы смотрите в записи главное смотрите с уважением валерий можно сказать вот валерий и я валерий вот мы обменялись поклонными с уважением валерий боевым с уважением валерия железа все разговор закончен я надеюсь в следующий раз все будет нормально вот вы умудрились призвать на помощь собак вы с помощью вот такой вот такой вот видите вы сделали воздушную посадку я такое вижу нет не впервые на подоконниках принято потом правда не гибнут но вы сделали большой плюс сделали на улице ой прошу прощения звонит важнейший человек впервые звонит в этом году тот самый пианист с уникальным садом я не отключаю друзья алло слушай валерий так я сейчас снимаю кино и вот идет съемка и ваш голос слышат сотни людей я все не раз говорю сад пианиста у вас вы знаете есть теперь как бы прозвище пианист и вся страна вас знает как пианиста хотел хотя адрес лучше не говорить иначе замучить это это по дочам караулить сад сад свой короче двух словах спасибо что не забываете меня спасибо что спросили по здоровью вам сейчас 85 до примерно вам сейчас примерно 85 лет 86 это я вас прошу как здоровье я рядом с вами мальчишка мне 73 как у вас здоровье слава богу мы встретимся теперь уже при следующем урожая вы мне скажите я умудрился вам не позвонить у меня очень слабый урожай у меня тот сумасшедший урожай прошлогодний он так довел деревья до такой степени что в этом году они почти отдыхают у меня очень слабый урожай а у вас есть ага все понятно все я вас понял вы обладатель нескольких уникальных это я говорю всем кто нас слышит еще раз говорю идет запись фильма на связи пианист пианист садовод вы же у нас засекречены это ваше счастье так вот а это значит у ва вы обладатель собственного клона позднего филиппи его собственного клона позднего академика собственного клона позднего королевского вот эти три выдающего сорта это я говорю всем ребята да еще ваши косточки у меня не кончились урожай был и у вас это ваши лежат несколько банок трех литровых и мои лежат такие же поздний филиппи его королевский академик вот плохо берут люди не верят что из них вырастут культурные косточки они дички вот я жалуюсь как коллеги вот если если вот это не разберут потом свежие будут что с ними делать я уже цену скинул два раза валерия вам пожалуйста мне теперь надо дальше фильм снимать спасибо что не забываете спасибо что про здоровье спросили давайте пока потом отдельно поговорим до свидания вы думаете друзья что я сейчас разговаривал чекам который не не невиданных этих самых вот не так он владелец невиданного сада всего несколько абрикосов но равных их не и нет ни в одном научном саду вообще а где он каков брал черенки ой вру готовая саженцы догадаться одного раза правильно утощать не будем теперь значит нам надо закончить разговор что получается я не буду это стирать вот этот вот клинившийся телефонный звонок это жизнь ворвался этот звонок все слышали слышали а теперь смотрим и так разница между саженцами он прекрасно знает которые растут на подоконниках а потом попадает в естественную среду и дохнут и дохнут и дохнут а люди привыкли наш народ привык что если мы ворачиваем цветочки на подоконнике если мы выращиваем на подоконнике эти самые даже бывают и овощи некоторые ну как можно вырасти дерево на подоконнике в тепле которое должно жить в дикой природе и достигать высоты трехэтажного дома какая-то нелепость а валерий б вот видите валерий как его это обозвал вас как вы представьте вот так и написали валерий б так вот валерий вы сделали огромный шаг вперед вы все это вынесли на улицу это как огромный плюс так на улицу вот вы подняли так что теперь мыши не доберутся они только будут зубами клацать смотреть и материться но мыши уже вам не помешает ну все отлично но если бы 5 литровые горшки да с дырками пусть бы вода вытекала оттуда через дырки нижние вот на тот период допустим на месяц вот это самый важный месяц жизни время всхожести вот тогда вы бы опередили всю планету почему я всегда с огромным уважением отношусь к изобретателям я сам к этой пародии отношусь как говорится исправка есть много у меня дипломов вот но я бы до такого не догадался горшки побольше дни все дырки вы впереди планеты всей преподнашу вот это вот как ваше изобретение можете кстати патентовать все друзья заканчиваем разговор вот все что надеюсь я хотел сказать я сказал вот надеюсь что он меня правильно поймет будет сейчас спасать пол литровые горшки они кажется крупными я сразу спросил трехлитровые что ли тогда мол сади до осени землю закапывай горшки нет пол литровая а это никуда не годится сейчас предстоит страшно ответственная операция выбирайте день с этими самыми чтобы обязательно было холодно чтобы обязательно у меня плюс семь допустим что было холодно чтобы шел дождь вот это самое лучшее время запаситесь водой дождевой заранее потому что до вода колодезная или артезианская она мертвая она ни черта от нее не растет в первые дни мы хоть как-то прижилось и мечты и желаю вам спасти все до единого после пересадки но вы спросили а что теперь делать с семидолями вот так и садите как выкопали вот поэтому самые садите поэтому самую черточку семидоли конечно должны быть снаружи не в земле до свидания друзья я волнуюсь и все что я хотел сказать я сказал и надеюсь помог и этому человеку и это поможет еще и многим из вас до свидания